МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Назбанк Республики выпускает монеты номиналом в 500 тенге. Монета имеет овальную форму, на ней изображена планета Земля. На реверсе монеты изображен Саксаул и число 2016, обозначающие год Чеканки. Приобрести их можно во всех филиалах Национального банка Республики Казахстан. Памятные монеты номиналом в 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках. Экспорт товаров из Казахстана в ЕАЭС сократился на 34%. В структуре поставок преобладают минеральные продукты 33% от общего объема металлоизделий, из них продукции химической промышленности. При этом из стран Союза в большей степени завозятся машины и оборудование, продукты животного и растительного происхождения, а также готовые продовольственные товары. Каскад гидроэлектростанций планируется построить на востоке Казахстана. Это станет возможным после ввода в эксплуатацию Тургусунской ГЭС. Сумма займа для этого составляет 5 миллиардов тенге. Целью проекта является строительство малой гидроэлектростанции мощностью в 25 мегаватт и последующей эксплуатацией с выработкой электроэнергии в 80 миллион киловатт часов в год. Это позволит сократить дефицит электроэнергии в регионе на 62 миллиона киловатт часов в год, сократить выбросы углекислого газа на 680 тонн в год. Объекты инфраструктуры, создаваемые для строительства и эксплуатации ГЭС, улучшат транспортное и информационное обеспечение региона. 4 миллиарда тенгена разноцветные розы. Их будут выращивать в Экибастузе. В рамках расширения бизнеса предприятие планирует приобретение дополнительной теплицы. Благодаря этому увеличится ассортимент выпускаемой продукции и будет выход на внешние рынки сбыта. Из 4 миллиардов 750 миллионов тенге банковского займа по первому направлению программы «Дорожная карта бизнеса-2020». На данный момент на предприятии трудится 74 человека. После реализации проекта будет создано дополнительно 72 рабочих места. Объем производства в текущем году составит 721 миллион тенге. Российские фермеры ждут рекордного со времен СССР урожая зерна. Планируется собрать от 114 миллионов тонн до 116. Правда, по словам фермеров, на такой урожай можно рассчитывать, если не подведет погода. По прогнозам, в этом году урожай может достигнуть 118,5 миллионов тонн. Для сравнения, в прошлом году, который фермеры называют неплохим, собрали порядка 105 миллионов тонн. А самый лучший результат за всю историю современной России был достигнут в 2008 году. Тогда в хранилищах лежало 108 миллионов тонн зерна. Самый прибыльный сахарный завод Беларуси перешел под контроль государства. После прохождения всех процедур суммарная доля физлиц сократится до 46%. Еще небольшой пакет акций останется у 21 сельхозпредприятия. Из всех белорусских сахарных заводов до акционирования только Слуцкий комбинат работал по схеме, при которой часть прибыли заносилась на лицевые счета членов трудового коллектива. Согласно данным Минфина, за 2015 год выручка Слуцкого сахаро-рафенадного комбината составила 1,86 триллиона неденоминированных рублей. Долгосрочное обязательство – 147 миллиардов. Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана просит открыть доступ к рынку горюче-смазочных материалов Казахстана. Проблема возникла в 2015 году. Нефтетрейдеры неоднократно обращались в правительство, которое приняло постановление для предотвращения контрабанды. Однако объемы незаконных поставок не сократились. Основной причиной является разница в цене на ГСМ в Кыргызстане и Казахстане. В Казахстане более низкие акцизные налоги, транспортные тарифы. При этом глава правительства признал, что действующая нормативная база для борьбы с незадекларированным ввозом ГСМ не дает результатов, пока республика не откажется от темных схем. Через 10 лет россияне будут тратить на поездки за рубеж на 118% больше, чем в прошлом году. Специалисты изучили расходы на поездки среди жителей 50 стран с крупнейшими экономиками. Как прогнозируют эксперты, к 2025 году Россия займет 5 место в мире по расходам туристов на путешествия. По оценке экспертов, трата россиян на зарубежное путешествие составит 49 миллиардов долларов. Первое место и через 10 лет будет занимать Китай. Расходы путешественников из Китая увеличатся почти в два раза – до 255 миллиардов долларов. Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов. Золото продается по цене 1352 доллара за тройскую унцию. Индекс доллара вырос на 0,23% и торгуются на отметке в 94 доллара 33 цента. Что же касается других товаров, торгующихся на комикс, фьючерс на серебро снизился на 0,31%, достигнув отметки 19,617 доллара за тройскую унцию. А фьючерс нами дошел до уровня 2165 долларов за фунт. В Нидерландах подготовят референдум аннексит по примеру британского Brexit ради снятия санкций с России. По словам местных политиков, Брюссель не должен диктовать, с кем в стране иметь экономические и политические отношения. Политики пояснили, что снятие антироссийских мер напрямую связано с независимостью Нидерландов. По его словам, даже если парламент проголосует за принятие документа, юридически ситуацию это не изменит. В Евросоюзе действуют принципы верховенства права Евросоюза над национальной правовой системой. Япония представит крупнейший военный бюджет в истории страны. Документ предусматривает в том числе увеличение затрат на усиление защиты от баллистических ракет Северной Кореи, а также на строительство подводной лодки для того, чтобы оказывать противостояние КНР в районе спорных островов акватории Восточно-Китайского моря. Расходы на оборону в следующем году увеличатся на 2,3%, будут составлять порядка 51,5 миллиарда долларов. Подобное увеличение военных расходов связывается с проведением ракетных испытаний в Северной Корее, в частности с запуском баллистической ракеты. Безработица во Франции упала ниже 10% впервые за 4 года. Статистике по занятости во Франции уделяется большое внимание, поскольку глава государства Франсуа Алланд заявил, что не будет баллотироваться на новый срок в 2017 году, если безработица в стране не снизится. Рынок угля воспрянул в 2016 году после нескольких трудных лет. Цена на австралийский энергетический уголь на терминале Нью-Кассл, которая считается основным азиатским индикатором, взлетела более чем на 35%, благодаря внезапному росту китайского импорта. Ограничения внутреннего производства, начатые ранее в этом году, подняли мировую цену и превратили уголь в один из самых стремительно дорожающих товаров в этом году. Хотя почти все добытчики энергоугля пострадали от предыдущего снижения цен, и большинству пришлось закрыться или продать активы, те, кто остался с лучшими активами, теперь собираются заработать на отскоке. Volkswagen может сократить рабочее время для 10 тысяч сотрудников. Данное решение связано с проблемами компании в поставках. Так, производство самой продаваемой модели Golf находится под угрозой закрытия из-за того, что поставщик прекратил поставлять чугунные детали, необходимые для производства коробок передач. Представитель Volkswagen указал, что сокращение рабочих часов сотрудников может быть выходом, однако окончательное решение еще не принято. На заводе в Вольфсбурге работает около 60 тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok